Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и прямо-прямо с самого утра. Время 7 утра и я только что вернулся с прогулки вместе с Ричардом и там во время прогулочки у нас даже сейчас на зависть вам все цветет. Вот смотрите, какая замечательная цветущая такая ветвь. Я не знаю, что это за дерево, но очень мне понравилось и потом я вспомнил, что я где-то видел, что вот подобные тычинки опускают в чай и наверное какой-то оздоровительный эффект, я не знаю то ли оно это, они все в принципе похожи и меня уже предупреждали, что тычинки там и боли голов и какие-то там еще, белодон. Ну я не думаю, что какие-то отравляющие вещества там есть, иначе бы в Германии не стали высаживать просто-напросто. Так вот, о чем-то я, о том, что я решил воспользоваться этим и вот этим чаем и мы сейчас с вами быстренько соорудим какую-нибудь композицию. Ну, допустим, вот возьмем так-то сейчас вот эту доску, вот у меня тут как раз все тут рядом под боком лежит, поэтому мне не надо ничего выдумывать, искать. Вот я сейчас возьму по диагонали, положу, давайте я поближе вас поднесу. Давайте дольем немножечко чайку. Вот так. Отлично. Поставим сюда. Выглядит хорошо. Так, оторвем от этого листочки. Такие декоративные, симпатичные. Так, сюда положим. Вот так. Ну и, я думаю, что вот здесь, паточку пускай тут лепесточков валяется. Так. И потом я, для придания этой похожести, я оторву сейчас эти вот, и оставлю только вот эти. Что-то они мне напоминают, не знаю. Ну, во всяком случае, я их сюда брошу. Ну-ка, посмотрим. Да, это то, что мне надо. Я хочу на белом дерево-двянном фоне. Единственное, что вот это мне будет мешать, я его удалю. Потом в фотошопе. Надо где-то найти широкую доску, покрасить ее, и тогда будет порядочек. Ну что, фотографируем. Настройки у меня те же. То есть, у меня идет 13, одна тринадцатая секунды, 4,5 даже, чтобы побольше, и 250 изо. Вот. А знаете что? Мне надо будет здесь, чтобы подсветить. Вы помните, с прошлого раза я оставил вот такую отражающую поверхность. Вот. Смотрите, как она действует. Вот мы ее убрали, да, там все темно. Вот. Подняли. Обожаю дневной свет. Обожаю. Так. Ну что, я пойду нажму кнопочку, ладно? Опа. Ну вот, смотрите. Вот такую сырую картинку мы получили. И после обработки в фотошопе, вот так. Ребят, как вы видите, 5 минут. 5 минут, и мы получили хорошую стоковую картинку. Я понимаю, что у вас это сейчас не растет, но на будущее, буквально через месяц, вы все это будете уже иметь. А самое главное не в этом. Самое главное в том, что я оставляю теперь на готове всегда свой вот этот сет, который лежит возле окна, да, вы видите. И таким образом можно быстро снимать с дневным светом утром, никому не мешая практически, вот такие нежные, красивые снимки. Так. То есть вот то, чем я хотел с вами сегодня утром поделиться. А заодно сказать, что, дорогие мои, наверное, 14-го числа, то есть, наверное, завтра, да, вебинар у нас не получится. Меня подвели провайдеры, не я, не я в этом. Виноват. Меня подвели провайдеры и назначили теперь с 12-го, у меня 12-го должно было быть, поэтому я делал 14-го, быстро интернет. Назначили на 18-е аж, то есть через неделю. Поэтому, скорее всего, перенесется на неделю, на 21-е, но я не знаю еще. Дело в том, что они могут опять прийти, что-то не работает, поэтому придется дополнительно объявлять, наверное. Ребята, я попробую. Конечно, я попробую в 5 часов выйти по Москве, выйти в эфир и, может быть, что-то сказать. Но я думаю, что задержки будут такие жуткие, что это никому не принесет удовольствие, ни вам, ни мне. Поэтому я просто там выйду в эфир, извинюсь, запишу это. И на этом все. Вот так мы с вами сегодня быстренько сделали такой нежненький натюрмортик. Я надеюсь, что вам понравилось. Да, кстати, по домашнему заданию. Я понимаю, что у вас сейчас ничего практически такого большого не цветет. В Финляндии пишут, там пургай метет, еще метель. Поэтому, ребята, не бойтесь использовать на заднем фарке, в плане искусственные цветы. Допустим, тоже яблоневую веточку, да, или там вербовую веточку. Не важно, что несколько поставили, так вот, потому что это все равно будет размыто. И никто даже не догадается, да. Если у вас сейчас нет таких белых досок, ребята, используйте льняную, скатер какую-то белую. Или ткань такую, ну не сильно белую, но вот такую, песочную, да. И все получится, я уверен. А я с вами прощаюсь. До следующего раза. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok